Обещал привезти дождь в Украину. Привез дождь в Украину. Негода вбивает людей. Очень скоро будет много утопленников. Все нормально со всех сторон. Вот приходится брать подешевле такие машины, в которые даже тяжело садиться. Фильтруют масло и потом обратно его заливают в разные агрегаты. Молодцы. Много-много полицейских машин. Полицейские должны стоять только через 380 метров. Машинка слетела. Замена фильтра 440, практически 2 евро. Пытать, поспать хотя бы пару часов. Друзья, всем привет. Это логическое завершение первой части. И здесь я дам ответ на вопрос. В комментариях было очень много вопросов. А будут ли утопленники с Германией в Украине? Ребят, будет пипец сколько их. Будет скоро, очень скоро. Будет много утопленников. На поиски Мерседеса мы потратили еще один денек. У меня есть логическое объяснение, почему так вдруг резко стало мало автомобилей. Дело в том, что именно в этот момент, именно в этот период, аукционы в Германии практически все закрываются на 3 недели. И машин живых, которые недорогие, их просто нет. А ближайшие собратья, естественно, машины в Германии есть, естественно, не продаются. Но ближайшие собратья, они были дороже на 7-8 тысяч от того бюджета, который мы рассчитывали. Поэтому решили позвонить на тот Мерседес, который мы уже осматривали. Я понимал, что резерв у нас уже закончен. А мы делали резерв всего лишь на один день. Резерв закончил, но мы позвонили и менеджер, девочка, она ошиблась. Она поставила резерв не на один день, а на три дня. Возможно, по этой причине этот Мерседес еще чисился за нами. Автомобиль выдали. Сейчас сразу покажу, что он весь целый. Номера уже прицепили. Я думаю, угла фотиком не хватит. А, крышу не видно. В момент, когда выдавали автомобиль, когда я менялся документами, когда я забирал техпаспорт, забирал кучу бумаг, выдавали мне ключи в такой классной, красивой коробочке. В этот момент, находясь в другом кабинете, я услышал такой глухой звук, как будто бы машину ударил. Я выбегаю, смотрю, а водитель, как ни в чем не бывало, спокойно себе выруливает с автомобиля. Я позже покажу, где эта сволочь ударила машину. Но именно по этой причине я ходил, осматривал автомобиль, чтобы на месте, если там есть удар, то разбираться по-горячему. Ладно, сейчас я... И еще отойду, покажу по крыше. По крыше с ним все нормально со всех сторон. Если, конечно, наклейку было бы неплохо снять. Поехал я в сторону Польши. Итак, находясь еще в Кёльне, фиксируем пробег на автомобиле. 87 674 километра. Посмотрим, сколько будет, когда я приеду домой. Пробка называется в Германии «Штау». И вот встал я в этот «Штау». Уже какое-то движение началось. Может, авария, может, ремонт дороги, может, еще что-то. Из-за пробок, которые были на автобане, ну, естественно, вызванные дождями, я не смог засветло доехать хотя бы до границы Польши. И я, не доезжая километров 70 до Дрездена, лег спать, потому что уже было ночь и уже устал. Утренняя проверка масла чуть выше минимума. Ну, и сейчас будет традиционный первый запуск. Запустился классно. Единственное, что пищит мой преобразователь в багажнике. Это говорит о том, что если он так долго пищит, то аккумулятор здесь такой просевший. Но запустился просто перфекто. Бумк, и все. Ладно, греемся и полетели. Теперь стоячок на пути к Дрездену. То есть вот то стоим, то передвигаемся, то правый, то левый ряд. Вот как-то так. Навигатор запросил 9 часов для того, чтобы заехать к границе. Но это без учета пробок, потому как я посмотрел по маршруту и пробок здесь не было. Это вновь образовалось. Соответственно, у меня будет минус. Минус, соответственно, я буду идти с легким опозданием. И, естественно, я не попаду вовремя. И, естественно, я вернусь на родную землю уже на следующей неделе. Мы поехали. А напротив люди все так же стоят и стоят. Ну, уже последние, наверное, километров 15. Я не думаю, что это утренняя пробка, потому что это автобан. Тут 4 полосы движения. Нет, раз, два, три полосы движения. Но, тем не менее, наверняка все-таки это связано с аномальным выпадением дождей. Я никогда не испытывала подобного. Все произошло так быстро. Слишком быстро вода пошла вниз по улице. Я проработал в пожарной части более 50 лет. Но такого в моей жизни не было никогда. Никогда. Я был на работе. А когда вернулся, то попросту не смог войти в здание. То, что вы видите здесь, хуже, чем после бомбежки. На восстановление уйдут годы. Люди разорены. Без вести пропали почти полторы тысячи человек. Всем мои глубочайшие соболезнования. Я действительно был в Германии в сезон дождей. Я действительно часть из них где-то там видел. Но мы всегда старались с 10-й дорогой, 20-й дорогой, пусть это гораздо дольше по времени, но обижать вот эти вот эпицентры событий, стихийных бедствий. Потому что я, как никто другой, понимаю, что если попасть на автомобиле заказчика в такую шляпу, то понятное дело, что стихийные, бедственные, предъявленные обстоятельства. Всегда все можно рассказывать. Но точно так же этот момент можно было упредить. И именно этим я занимался. Было лишь только 2 дня из всей недели, пока я здесь нахожусь, когда не было дождей. Ай-яй-яй, надо аварийку включить. Опять пробочка. Опять тормозимся. Здесь, когда народ останавливается, они сигнализируют сзади летящим автомобилем. Я не могу сказать, что сзади идущим автомобилем. Именно сзади летящим автомобилем, включая аварийку, что нужно срочно сбавить скорость, потому что впереди глухой стояк. И вот так вот. В Германии не воспринимают аварийку как знак благодарности, как у нас. Они здесь этого не понимают. Они воспринимают это все. Стоп, стоять. Впереди опасность. Куда вы? Чего вы делаете? А крайне редко. Вот я встречался лишь несколько раз, когда человека пропускаешь, он моргает аварийкой. Я понимаю, что это выходцы из постсоветских стран. Потому как здесь, ну, такое не принято. А, так это наши парни. Это Украина кого-то догнала. Да, парни с Украины. Влупили Мерседесом чей-то Сеат. Сейчас попробую договориться поменять масло. С учетом того, что я понимаю, я здесь залипаю еще на выходные. И сегодня суббота на Volkswagen. А других открытых СТО-шек я сегодня тут не нашел. Попробую пойти договориться поменять масло. На Volkswagen мне сказали приблизительно следующее. Ты, конечно, можешь поменять у нас масло, но мы не сможем тебе сделать сброс межсервисного интервала. Говорят, езжай на Мерседес. Я говорю, ребят, все классно. Сегодня суббота, Мерседес. Написано, что не работает. Они созвонились с Мерседесом и говорят, слушай, ну, нормально. Они сейчас есть, можешь к ним ехать. Вот написали мне адрес в Дрездене, куда ехать. И они работают до двух часов дня. Благо сейчас только 10 утра. И я понимаю, что с большой долей вероятности я сейчас поменяю масло. Почему я это делаю? Потому что я точно знаю, что заказчик после того, как выдадим, оформим автомобиль, он в ближайшее время, ему нужно сделать поездку. А так как он, ну, в ближайшее время очень маловероятно, что будет менять масло, то я хочу его, ему поменять. Потому что масло здесь в последний раз менялось больше года назад. А так как оно имеет свойство окисляться, то оно там очень не очень. Да и плюс оно само по себе очень такое черненькое, не очень хорошее. с большим количеством сажи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не туда я поехал, вот сюда мне надо. Все, успел повернуть. Кстати, АБС отрабатывает здесь очень хорошо. На скользких плитах вот сейчас навигатор меня вроде бы повел сначала в одну сторону, а потом перерасчехлился, говорит, не, тебе не туда. И вот я развернулся и полетел в другую сторону. И вот на скользких плитах, а сейчас идет дождь, очень хорошо отработал АБС. И антиблокировочная система тормозов это такая штука, которая дает возможность управлять автомобилем в момент торможения. То есть он не пускает ее в занос. И колеса блокируются, независимо от того, куда вы поворачиваете руль, машина просто летит по инерции прямо. А система антиблокировочная, она колодки нажимает, разжимает, вдруг, кто не знает. И при этом дает возможность управляемым делать автомобиль в момент блокировки колес при торможении. Надеюсь, доступно объяснил. Ну а сейчас лечу на Мерседес. Приехал на Мерседес, действительно, тут открыто, хотя у Гугла написано, что он закрыт. Не совсем понимаю, куда здесь идти обращаться, потому как с той, с тыльной стороны находится находится прием. А не, вон какие-то двери открыты. В общем, пошел я договариваться о том, чтобы тут поменять масло. Инспекция Мерседеса, замена масла и замена фильтра 440, практически 2 евро. А, ну и колеса плюс поменять местами. Вот. Но зато я точно узнал, что эта машина, она до 58, ну как точно узнал, точно подтвердил историю, то, что нам дали при запросе. Так, этот осталось сзади, но сейчас проверим. Дождь идет, дождь идет. Да, заднее колесо поставили наперед, а вот это вот надорванное поставили назад. А помните, я говорил про глухой стук в автосалоне? Так вот, это автомобиль упал со ступеньки и порвал колесо. И я, опять-таки, не придал этому значения сильному, потому что водитель, который выгонял автомобиль, он был настолько сконцентрирован и настолько, когда человек где-то чего-то как-то ударит, у него там бегают глаза или еще что-то. Но здесь парень был абсолютно спокоен, поэтому я потерял бдительность и не придал этому значения. И это была моя ошибка. Присал мне только с Андрюхой картинку о том, что у них в Киеве плюс 40 и все сухо, спека неможливая, мухи хекают, асфальт порепался. Хоть бы капельку дождя, здесь дождь всю дорогу. Я сколько еду, все время валит, валит, валит и валит дождь. Коктаж даже остановится, выйти где-то куда-то покушать даже не очень хочется. То есть приоритеты разные намокнуть. Да, у меня есть кофта, но в общем пока еду, пока сильно не проголодаюсь. Вот такая вот изменчивая погода. И дожди здесь всю неделю такие хорошие. Эх, проливные! Хорошо идет. А в Киеве сейчас жара. Что-то чем ближе к границе, тем сильнее усиливается дождь. Вот еду, еду, дождь, дождь, дождь. И сейчас щетки даже не успевают вытирать. Машины сильно не едут. Хорошо, что тут остаток протектора резины еще такой. Ну, довольно большой, можно сказать. Аквапланирование срабатывать будет. Я не буду ехать как на выше. Не, в лужу, когда уже попадаю, уже здесь будет эффект аквапланирование. Но пока по дороге все нормально. Я уже пару раз оттормаживался. Пока все хорошо. И сейчас будет вообще прелесть. Вот впереди аж все черное, все серое. И нифигашечки же не видно. Вот так вот быстро щетки работают и не успевают. Ага. Судя плотно. По парям надо тормозить. Аномально. Очень сильный дождь. Наверное, где-то опять что-то замоет в Германии. Но тут надо успеть выскочить. Хотя все. Опять штабу. Опять стоим. Решено. Везу в Украину дождь. по крайней мере, за мной идет всегда. Я посмотрел по прогнозу пару дней назад. Если здесь дождя не было, а сейчас есть, значит, я все-таки тараканю расшабую. Ну, наверное, для наших полей это тоже будет важно. сияла, загорелась лампочка топлива. Значит, проехала 1034 километра и загорелась лампочка топлива. То есть, грубо говоря, топливо еще осталось. Не знаю, много-немного, но 9 литров этот конь потребляет. И с учетом того, что средняя скорость сейчас я на польской стороне увеличил, я думаю, где-то в районе 150 километров в час, потому что там я тащился 130, сейчас 170, хотя по Германии ехал большую часть, значит, еще меньше средняя скорость. Ладно, пошел заправляться. Вот так вот все разъезжаются для того, чтобы проехала полиция. Красавчики! Не успел я заснять, как все очень быстренько разъезжались в стороны. Вот так просто фурк, услышали сирену сразу в сторону. И поехали дальше полицейские. Чего они делают? А неужели они всех ведут? что происходит? Не понимаю. А, сзади какая-то шишка едет. Есть у меня такое понимание, потому что очень много сзади полицейских сирен. Ну, сейчас посмотрим. Сзади, вот если посмотреть, вот, идет какое-то большое количество полицейских машин. Они кого-то там тормозят, сопровождают, не знаю, что это такое. Много-много полицейских машин. Так, что же это происходит? Так, польский автобус поехал в сопровождении полиции. Еще один польский автобус. Ну, имеется в виду автобус с польскими номерами. В зеркале заднего видно, видно, сколько еще, какое количество полицейских. Огромнейшее. Вот, впереди сравнялась с горизонтом вся вот эта полицейская рать. И здесь едет. Не могу понять, почему я раньше не обращал внимания, находясь в этом автомобиле, на обдув сидений. Мега классная штука, когда не сильно, но в меру. Кстати, он регулируемый, обдувает и попу, и спину. Соответственно, выходишь и ничего не вспотело. Трусы из жопы доставать не нужно, майка к спине не прилипает. Красота. А с учетом того, что практически 10 часов находишься за рулем, ну, практически, потому что еще надо выходить заправляться и кушать и в туалет ходить, вот, то потеется очень-очень нарядно. А так обдувчик включил и красота. ой-ой-ой-ой, беда, вон, машинка слетела. Сильно слетел Ягуар. Туман на дороге. Туман такой, что в телефоне лучше видно, нежели своими глазами в окошечках. Непонятно, откуда он взялся, вроде бы, только что не было, а тут попасть сразу появился. Девочка сидит за голову, держится, ну, то ли от головной боли, то ли от того, что машина разбита. Так, здесь, что мы имеем, тройной бутербродец. Ну, все живы-здоровы, подушки постреляли. И то хорошо, что все живы-здоровы. Заняв очередь в конце, я решил проехать до самого кордона и показать, насколько, сука, длинная эта очередь, которую постоянно надо стоять. И я понимаю, что опять бессонная ночь, опять придется мучиться, опять будем долго стоять. И дай бог, чтобы к утру мы зашли, а вечер только начался, к утру зашли на польскую таможню, но не буду загадывать. Может быть, это будет день, может быть, это будет меньше. Как повезет. А напомню, самый большой антирекорд, если его можно таким назвать, я стоял 4 дня на таможне. 4 дня. Перед Новым годом это я помню было. Если даже кому интересно, я оставлю ссылочку в видео. Ну, а сейчас погнали смотреть, насколько здоровенная или же нездоровенная очередь. оцените. И да, нельзя нам тут стоять. Сейчас придет дядя пограничник. Блин, 20 метров осталось до стоянка, до знака стоянка. Остановка запрещена. Блин. Вот, мне надо проехать за вот этот знак и тогда можно останавливаться. Направляйтесь на северо-восток. 5 часов утра. А мы еще находимся у поляков. Вот, грубо говоря, заветный светофорчик. Но что-то я уже понимаю, что я просто гасну. Сейчас надо будет заехать где-то на родную землю и там спать хотя бы встать, поспать хотя бы пару часов. Вот. В этот день я таможню не прошел. Не все документы брокер сделал, не все документы были готовы. Добрые люди довезли меня до гостиницы. Я помню, пришел в гостиницу, я что-то там посмотрел в телефон, пытался кому-то ответить. Я зашел в душ, стою в душ, а меня уже ноги подкашиваются. И я понимаю, что все, я просто гасну. Я дошел до постели, включил кондиционер, потому что жара такая неимоверная стоит. Включил кондей, укрылся простынкой и я проспал практически сутки. То есть, мы зашли в Украину часов, наверное, в 11, а в 8 утра я только проснулся. Я спал практически целые сутки. 7 часов утра, любимая надпись, счастье, красота. Сейчас будем заезжать. Только заехал в Украину и пишет, что сегодня в Польше штормовое предупреждение. Град, очень сильный дождь, поэтому с Германией оно все идет на Польшу. Может и к нам придет дождь долгожданный. Везде все целое. В общем, пришел понедельник, пришли уже все документы. Пришел, я снова вернулся на таможню. Сейчас мы это дело все будем дальше оформлять. Если вдруг кто не понял, в пятницу не получилось оформить, потому что не вовремя пришли документы. Соответственно, машина здесь застряла на воскресенье. Такое иногда действительно бывает. Затянулось. Ну, такое дело. Сейчас продолжение. Таможни машин сейчас не очень много. 10 часов утра. Стоп, 10. Уже 11.20. Зашел я на таможню и посмотрим, как быстро меня оформят. и пошел. Сзади меня заблокировали таким образом, что я выехать не могу. Попросил парней из Швейцарии. Кстати, реально швейцарцы. Попросил, чтобы они немножко уступили дорогу, а я сейчас проскочу по бордюрчику. теперь я уже не заблокирована, готова найти разных людей очень сложно от разных транспортных средств, потому что сейчас, грубо говоря, собрались все в куче вот этот ряд, и сейчас они пойдут на оформление автомобилей. Я опять останусь заблокированным, поэтому было принято решение выскочить через бордюрчик. Благо автомобиль позволяет пока есть все водители. Для того, чтобы сделать данную манипуляцию, мне пришлось кучу собрать трех водителей, трех автомобилей и продвинуть парня на Шкоде, продвинуть парня на автовозе и попросить швейцарца для того, чтобы он подвинул свой автомобиль. Тем самым дали мне коридор. Все, оформляться и дальше еду. Сейчас, наверное, попрошусь на ровно, чтобы растаможили, потому что в Луцке я понимаю, что в понедельник мы это уже проходили много раз и неоднократно. Я понимаю точно, что в Луцке будет перезагружен терминал, а в ровно должно быть все нормально. Поэтому пошел проситься на ровно. Сегодня день удачный такой. С утра на знакомство в принципе все веселые, добрые, что на таможне все с улыбкой встречаются идеально отшлифованные, что пограничник при входе ему показал заяву, что парни брокера, что таможенники все радуются, все улыбаются. Встретил одного парня, он меня узнал. пообщались, привет передал. Встретил второго парня, они из Литвы и гоняют машины тоже под заказчиков. Рассказал одну забавную историю. Там друг его попросил это о автомобилях, то, что выбирает. Так вот, то, что едется на лафетах, он говорит, слушай, ну, мне попросили завести, загнать этот автомобиль на лафет, а там он такой грязный, что там в него ну, просто пипец, сядешь и все, отпечатается на штанах. Блять, такой кошмар. Просто ужас. Владимир, если смотрите, вам большой привет. Спасибо за такую интересную историю. Повеселили меня. Я думал, таких машин не гонят. Ну, понятное дело, что ее по химчистить и все будет нормально, хорошо, но не очень. Это я к тому, что для того, чтобы заработать на автомобиле, его надо именно найти вот в таком удручающем состоянии, потому как у нас в стране действительно люди не хотят платить денег, а для того, чтобы парням, которые гоняют автомобили, подзаработать денег, нужно найти где-то что-то подешевле, чтобы продать это подешевле. Вот взять подешевле, например, машина с грязным салоном и почуханным кузовом, отхимчистить салон, отполировать кузов, если у нее нормальная ходовая двигатель, коробка и все остальные, узлы, агрегаты, то вот это как раз тот случай. И вот приходится брать подешевле такие машины, в которые даже тяжело садиться, потому что понимаешь, что сядешь и вся эта грязь отпечатается на одежде. Спасибо, парни. Сделали мой день, улыбнула. Жду дальше. Три часа, украинская сторона, выезжаю с таможни и, можно уже сказать, целую ревну землю. Полетел я дальше. Вот теперь точно целую ревну землю, как кто скажет, заехал я уже в Украину и теперь осталось, теперь осталось немного доехать до Ровного, окончательно растаможить автомобиль, пройти сертификацию и завтра с утра на регистрацию. Давайте швидко оформляем. Да, 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 все. Понял, 106 км, да, мне намытницу дуже-дуже спизняюсь, потому знаю, порушив, каюсь. Вот так вот иногда бывает. 106 км в час, нарушил, знаю, согласен, именно так и было. Никто не предупредил, вернее, как никто не предупредил. Если посмотреть на ввысь, очень хитрая ситуация получается, сейчас покажу. То есть, грубо говоря, полицейские должны стоять только через 380 метров, то есть, ранее они там стояли, красавчики, молодцы, а потом переехали сюда. Ну, такое дело. Схитрили. Хотя, в принципе, их видно издалека, и даже проблесковый маячок у них работает, но он такой очень умирающий, практически не работающий. Парни, молодцы, отработали, поэтому сейчас будем оплачивать. Николай Маколаевич, на месте. Нома терминала. Оплата, это подним, 2000-часа года. Нома, я красавица, не терминала забрала. Обоих, что Куртии, користую, здесь может оплата, это чемпроводная. Окей, Диа, точно. Мне для того, чтобы успеть на Ровенскую таможню, надо было действительно быстро проехать. С учетом того, что меня слегка поздно отпустили на таможне, мне надо было долететь, успеть растаможиться и спокойно выехать. Но, фишка заключалась в другом. Такой скороговорки, которую он выдал потом, я вообще от полиции никогда не слышал. Все зрозуміло, до побачення, классной служби. Парень молодец. Парень меня хорошо улыбнул, поднял настроение. Да, он споймал, да, было превышение, мы живем в правовом государстве, я оплачу этот штраф. Подумал я, когда приеду на таможню, я действительно взял в руки телефон, я зашел в Дию, но тогда Дия зависла. Был суета, серых бух дней, круговорот. Думал, ай, на следующий день, короче, я забыл. Прошло две недели, и этот штраф умножился на два. И вот на стадии монтажа я вспомнил, ёпти, а у меня-то есть неоплаченный штраф. И этот штраф ровно умножается на два. Ребят, сейчас, кто не знает за скорость, штрафы у нас такие драконовские, как в Европе. Поэтому, первая просьба, не нарушайте, а если вдруг нарушаете, то платите вовремя, потому что потом эта цифра умножается на два. Я забыл, и моя память делает мне платное напоминание о том, что этого делать не нужно. В смысле забывать. Вас, святая Ривенская область. Очень интересная повозочка. Это поворачивающий прицеп. Нужен для того, чтобы он ехал и поворачивал, чтобы у него не было сильного заноса. Но сейчас эта телега едет просто раком. Вот. Сейчас я... Ну, тут, в принципе, можно не выезжать, еще смотреть. В данном случае камера висит практически с правой стороны. Но сейчас пройдет какой-то встречный поток транспорта, и я покажу, насколько криво едет эта хрень. Такое возможно только в Украине. Вот, грубо говоря, вот так вот ровень с автомобилем. на метр двадцать где-то ушел прицеп вправо. Вот так вот иногда бывает в Украине. Выезжаешь на дорогу общего пользования, тут фигак, прицеп уже летит сразу с заносом. Как-то так. И никто за этим не следит, и всем все пофиг. Не, понятно, что доблестная милиция сейчас где-то, может быть, его увидит. Полиция, простите, его увидит, и тогда уже, может быть, выпишут там по попе штраф какой-то. Ну, маловероятно. Что, собственно говоря, и плохо. Ровенская региональная таможня. Приехал вовремя, сейчас оформляемся и поедем дальше. В Киев, где все начинает топить. Говорят, сейчас там такой в этот момент дождь идет, что просто караул. Обещал привезти дождь в Украину, привез дождь в Украину. Стихия продолжает випробовывать украинцев, и негода вбивает людей. Только выехал с таможни. У меня дорога была по Польше без дождя и немножко по Украине. То есть, вот вчера был дождь, но я вчера сидел в гостинице, а сейчас выехал с таможни и опять как пошло, как повалило. Ну, грубо говоря, до Киева осталось 370 километров, даже меньше. 350 может быть. И очень радует. Дождь хороший, такой проливной, везде все растения попьют хорошей влаги. Конечно, в Киеве сегодня выпал такой конкретный дождь. За полчаса недельная норма и все потонуло. Ладно, это все полемика. Буду держаться за руль двумя руками. Технологии шагают. Машина, напомню, это 2018 года. Это 3-х литровый турбодизель. Запаса мощности здесь хватает. Как работает затемнение зеркал, сейчас покажу. На этом не очень удобно видно. А вот здесь прям видно вставка. Если обратить внимание на кромку зеркала, она идет светлая, а вот как только уже потемнело, а сейчас сумерки уже. Я не знаю, как камера будет передавать, но вот сейчас видно четко, что зеркало имеет такой тон приглушенный, назовем его так. И по глазам вообще не лупит. Нормально, классно, комфортно. Ну и сейчас перед регистрацией быстренько посливаем масло со всех узлов агрегатов для того, чтобы дать гарантию дополнительно на этот автомобиль. Не успел я на слив масла с переднего моста, но у парня, говорят, очень светлое слилось и можно было бы его в принципе не менять отсюда. Пока стояли, общались с тренгели, ну сейчас посмотрим, что тут с заднего моста сольется на пробеге в 90 тысяч. Какие ставки? Светлое будет масло или нет? Ну очень. Ну, ё-моё, то ты что, в Жигули еще можно заливать. Ну, реально светлое масло еще, очень светлое. как для 90 тысяч. Ах, этот классный чесночный запах. Блин, сейчас бы все равно стаканчик, как раз вот самое оно. Да, ну масло тут темнее, или... На магните ничего особого нет. Так что, все хорошо. С редуктором все классно. С коробки сливаем? Да, конечно. Я к тому, что, я же пойду дальше на момент, то, что заснять масло, что масло сливается и уже точно понятно, что у Тильс этой бочки, куда сливается абсолютно все масло, которое есть, уже обратно оно точно не пойдет, а новое масло уже... Мы там фильтрующую станцию поставили, поэтому и не говорим. Ты же понимаешь, что это кто-то воспримет, как за... Не за Степа, за чистую монету. Фильтрующую станцию. У пацанов в подвале стоит фильтрующая станция, они с этой обработки фильтруют масло и потом обратно его заливают в разные агрегаты. Молодцы. Кстати, надо запустить. Интересно, кто-то схавает или нет? И вот сейчас пойдет это живительная влага. Сейчас как брызнет. Не брызь. Да ладно, не брызь. Хотя сделай так, чтобы брызнул. Мы так можем. Все, я понял, я убежал. Сейчас как ляп и все в гамне. Все, моя новая чистая футболка. Опять минус. Ну, раздатки всегда только нормальные. Недавно делали. Так видно по ней, что, кстати, недавно делали. Свежачок. Свежачок. То есть, по факту. Ёпки, блин. Все, попало на майку. Все, кончилась майка. Ну, теперь с коробки. Нормальная масла. Тоже сами. Подожди, пусть сольется. Нет, у меня ручки обожгутся. А, ты в смысле, чтобы выкрутить? Ну, чтобы выкрутить, да. Прохладное масло будет выливаться с коробки передач. 7 литров прекрасного теплого масла, которое шкуру снимает, поэтому будет оно вытекать медленно. Мы полетели дальше, к вечеру здесь уже все будет поменяно. Ребят, на этой оптимистической ночи я буду... Ночи, да, уже половина десятого вечера я еще нахожусь в офисе, мы еще пишем видео. Кстати, сегодня снимали Mercedes. Стоимость Mercedes 146 тысяч долларов, если мне изменяет память. Это будет отдельный выпуск и интерес выпуска этот заключается в том, что на моей памяти это первый человек, который согласился осветить столь дорогую покупку на канале. В других случаях люди обязательно говорят, что вы выбираете автомобиль, но есть одно условие, вы его нигде не освещаете. Поэтому дорогие автомобили в нашей стране почему-то люди не хотят освещать, хотя мы привозили и бронированные автомобили. Мне как-то на встрече задавали вопрос, а какую самую дорогую машину вы привозили или смотрели. Это был Гелендваген стоимостью в 245 тысяч долларов. Мы одна из немногих компаний, которая выдает на автомобиль гарантию после того, когда мы его выберем. Ну, естественно, после устранения каких-то недостатков. Устранение здесь недостатков этого Mercedes было пожелание поменять масла в разных узлах, в агрегатах, в двигателе масло я поменял в Германии, а остальные масла непонятная была история. Значит, по истории я слегка расскажу. Эта машина обслуживалась практически до 60 тысяч у официалов. Дальше где-то один пробел, один пробег она не обслуживалась. Ну, я так понял, что она докаталась до момента обслуживания и потом эту машину просто выставили на продажу. Да, эта машина она продавалась без гарантии на внутреннем рынке Германии, но тем не менее видя состояние автомобиль и взвесив, оценив обстоятельства, я понимаю, что после того, когда ее обслужить, поменять масла на этот автомобиль смело можно выдавать гарантию. И, кстати, да, мы одна из немногих компаний, а честно говоря, я не слышал других компаний, которые в Украине дают гарантии на выбранные автомобили. К слову, даже я как-то был на одном из пати, я там был почетным гостем, приглашенным от компании 1АВТО, я сейчас ставлю сюжет. Еще, друзья, есть люди, которые, крайне важно, чтобы о них знали. Я хочу поприветствовать нашего партнера, нашего друга, нашей компании, компанию ВАН АВТО, Николай Тарануха. Попрошу вас приветствовать. Николай, пошло позадить. Это известный блокер в Украине, известная компания в Украине, которых даже конкуренты, коллеги по рынку говорят, это лидер, это лучшие украинские игроки по подбору в Украине на утреннем рынке автомобилей. Мне еще много получится, я рад, что такие партнеры нас поддерживают и вы вместе с нами сегодня. Спасибо, Николай. Спасибо вам. Друзья. Так вот, мы действительно компания, которая старается стать лучшей в Украине по подобному сервису. Мы уже очень много сделали, еще очень много и дофига предстоит сделать и очень лестно приятно слышать отзывы от конкурентов о том, что есть компания, которая лучше нас, у которой все классно устроена. А поверьте, в нашей стране, да и вообще на странах постсоветского пространства, когда говорят про конкурентов, маловероятно, что кто-то скажет что-то хорошее. Есть у нас над чем работать еще, мы хороши, но мы будем еще лучше. И да, мы единственная компания, наверное, единственная, про Дуге я не слышал, которая выдает гарантию на автомобиль, но это уже будет другая история, как говорил Леонид Каневский. Буду заканчивать. Спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо, что вы с нами. Всем удачи на дороге, всем пока-пока, всем до новых встреч. Я полетел отдыхать, потому что завтра еще снимать Ford Edge. Кстати, интересная тема, будет еще один офигительный будет выпуск. Угадайте, Ребус, как на авторынке в городе Киев посмотреть автомобиль, не выезжая с парковки, никакого СТО. При этом надо залезть под низ, снять защиту и осмотреть двигатель снизу. Это будет еще одно офигительное видео. Такого кейса у меня не было. Мы к нему уже классно подготовились, пипец будет интересно. И даже вся толпа из офиса наших людей, которые сейчас у нас сезонных пусков, но те, которые остались, даже они хотят поехать посмотреть, но, к сожалению, они не поедут посмотреть, они это уже будут смотреть на видео. Будет офигительно интересно. Все, теперь я действительно пошел. Всем пока-пока и всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok